МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу Городские новости. Меня зовут Павел Елисеев. Здравствуйте. Здоровье и процветание. Губернатор Челябинской области поздравил медиков областной детской клинической больницы с грядущим профессиональным праздником. Алексей Текслер также осмотрел оборудование трех отделений и побывал на месте будущего корпуса для лечения онкобольных детей. Подробности расскажет Вячеслав Батутин. Это одно из самых важных отделений, которые сочетаются на натальной хирургии, то есть от 0 до месяца, потом обычная хирургия, это ракальная, доминальная, опухоли здесь эпилируются, урология также вся здесь. В хирургическом отделении проводят до 7,5 тысяч операций в год. Пациентов принимают из разных регионов и даже Казахстана. Качество и эффективность лечения обеспечивает новейшее оборудование. Например, незаменимый аппарат, операционный микроскоп, позволяет увеличивать изображение до 12 раз. Этот микроскоп позволяет удалять опухоли головного мозга с флюорисценцией. То есть, одновременно детишкам, перерально детишкам дается специальный препарат с опухолями головного мозга и опухоли в микроскопе начинают следиться по-другому. В отделении детской травматологии и ортопедии за год врачам удается провести порядка трех тысяч сложнейших операций. Здесь же работает и травмоцентр первого уровня. Как правило, это достаточно сложная операция по травматологии и портопедии. Доставляются самые тяжелые дети. Это дети с ДТП, высотная травма и к тому подобные травмы. В кабинет компьютерной томографии требуется новейший ультразвуковой аппарат. Алексей Текстер обещал помочь в его приобретении. Именно такое оборудование, по словам врачей, поможет диагностировать фиброз у детей на ранней стадии. Вопрос в том, что помощь нужна прямо сейчас. И если у нас есть такие замечательные доктора, надо обязательно этим пользоваться. Потому что в первую очередь лечат, конечно, люди, но оборудование необходимое. Областная детская клиническая больница входит в топ-10 медицинских центров России. Этот статус, по мнению губернатора, нужно не просто поддерживать, но и стремиться занять лидирующие позиции. Однако технические возможности здания это сделать не всегда позволяют. С одной стороны, и современное оборудование, замечательные врачи, и высокотехнологичная помощь оказывается. С другой стороны, мы видим проблему нехватки помещений, и она сказывается во всем. И врачи уже готовы решать новые дополнительные задачи, осваивать новые техники. Поэтому планы по возведению на территории нового корпуса, где планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Губернатор осмотрел площадку для строительства и одобрил ее месторасположение. После завершения работ вся прилегающая местность будет благоустроена. Под застройку при этом из выделенных 4,2 гектаров городского бора отведено порядка полутора гектаров. На остальной территории не только сохранят деревья, но и сделают дорожки, установят освещение. В будущем здесь будут гулять маленькие пациенты. В завершении своего визита Алексей Текслер поздравил врачей с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил за их самоотверженный труд. Как руководитель региона и как отец от лица всех наших родителей поблагодарить вас за то, что вы каждый день оказываете помощь нашим деткам. Мы вам все очень благодарны. Вячеслав Ватутин, Владислав Шишмаренков, Урал-1. Трогательно, скромно и с душой. Врачи больницы номер 3 поздравили своих коллег, работающих в красной зоне с ковидными пациентами. Сделали максимум, который возможен при сложившихся обстоятельствах. Устроили флешмоб прямо под окнами палат. Идея записать, а затем и смонтировать короткие поздравления коллегам, врачам больницы скорой помощи, пришла внезапно. Воплотили ее тоже быстро. Буквально за несколько минут собрались у окон ковидного центра. От чистого сердца. С надеждой на хорошее. Спасибо, дорогие вам. Вместе с искренними словами поддержки за непростую работу на передовой доктора выстроились на площадке в форме сердца. С земли это, конечно, не видно, зато с высоты понятно. Шары в руках не просто атрибут. Их передадут в красную зону, чтобы хоть как-то поднимать настроение и пациентам, и, конечно, врачам. Решили вот в виде сердечек, цвета надежды, их так поздравить с Днем медицинского работника. Там нет ни цветов, ни штор, ни вентиляции. Ну, такие требования. Поэтому мы выбрали шарики, которые даже к дезабработке устойчивы. Писать это трудно, но одеть вот такой вот недышащий костюм и респиратор, в нем трудно двигаться и дышать, не говоря уже о том, чтобы делать какие-то процедуры или оказывать медицинскую помощь. Наши работают. Политься мы по глазам тех, кто буквально на несколько секунд отвлекся от работы и выглянул в окно, не разобрать, улыбались ли они. Но потому, как оживленно махали руками, стало понятно. Сюрприз удался. С праздником! С праздником! С праздником! Юлия Анфалова, Владимир Котегов, Урал-1. Новости одной строкой. Информационный обзор прямо сейчас. 12 членов избирательных комиссий на Южном Урале заразились коронавирусом. Выборочное тестирование на COVID-19 было организовано в преддверии общероссийского дня голосования. Анализы сдали 3200 человек из 20 тысяч членов ЦИК и ТИК со всей области. Положительный тест оказался у 12 из них. Все бессимптомники. В процессе голосования они участвовать не будут по предписанию Роспотребнадзора, отправленный на карантин. Остальных в день голосования обеспечат средствами индивидуальной защиты. Маски и перчатки также выдадут всем избирателям. Челябинский металлургический комбинат переводит сотрудников на удаленку. На предприятии подтвердили 10 случаев заражения ковидом. Впрочем, все они между собой не связаны. Трудятся заболевшие в разных подразделениях. Их выявили в ходе эпидемиологического расследования и во время термометрии на проходной комбината. Поэтому максимальное количество сотрудников отпустили по домам. Работать они будут дистанционно. Связано это не только с ситуацией на предприятии, но и с ростом числа заболевших во всем регионе. Пешеходы второго сорта, транспортная сегрегация, трамвай, гробы на колесах. Урбанист Илья Варламов в очередной раз разнес внешний вид Челябинска. На прогулке по городу критика сопровождал губернатор Алексей Текслер. Поэтому претензии Варламова в итоговом ролике звучат в прошедшем времени. До такого состояния город довели два предыдущих губернатора. С дорожной революцией и вырубкой деревьев. Нынешний, цитируя блогера, еще не успел ничего испортить. Столичный гость сочинил для Челябинска 10 правил возрождения. Сужение дорог, выделенные полосы, отказ от подземных переходов и заборов вокруг административных зданий. В центре Челябинска он предлагает сделать песчаные пляжи и дать людям доступ к воде. Торговые павильоны в Челябинске обретут новый облик. Теперь все они будут соответствовать дизайн-коду города. Кроме этого, будут четко определены места для их установки. А через специальное приложение в смартфоне можно будет узнать, законно ли стоит киоск. Городские власти успокаивают. Сносить все павильоны подряд не собираются. Убирать в первую очередь будут те, которые стоят на газонах вблизи проезжей части или на остановках. Вот хотел вам самый популярный пример, показательный, который мы отработали по улучшению привозной площади. Это вот остановка на Степана Разина. Раньше здесь стоял ларек, ларек павильон, кебаб, прямо на остановке, и вы видите, высаживались в тугород. Сейчас кебаб уграми, второй ларек, который в павильон, который стоял, он перенесен просто чай, там кажется, ну какая-то печатная продукция, он перенесен за остановку. Еще одно главное требование в соответствии дизайн-коду города. Последний подразумевает разбивку объекта на три части. Первое – это цоколь, второе – это остекление и декоративные элементы, и третье – это фриз. Значит, вот цоколь и фриз, они будут выполнены в темно-сером цвете, и это догма. Почему в темно-сером? Во-первых, те типовые элементы и остановки, которые у нас сегодня есть, они уже реализованы в этом цвете. Второе – этот цвет отлично взаимодействует с любой архитектурой, любыми стилистическими архитектурными решениями, с любыми цветами, находящимися на фасадах. А вот в рамках остекления можно использовать любые декоративные элементы с айдентикой, которые позволяют делать объект узнаваемым издалека. Также важное условие – торговый объект не должен подключаться к электричеству по воздушным линиям. В Челябинске реализуется проект «Чистое небо», и город планомерно очищает от проводов. Планируются и другие нововведения. Мы сейчас выбираем две концепции, две стратегии. Либо это будет QR-код на каждом павильоне, но мы понимаем, что QR-код можно замазать. И сейчас мы рассматриваем совершенно новейшую технологию, технологию дополненной реальности, когда, собственно, виртуальной реальности будет подвешена информация над каждым павильоном. И наведя свой смартфон на тот или иной павильон, мы все о нем увидим. При всем при этом вся эта информация будет на самом деле висеть, так сказать, в воздухе. Вот это та самая дополненная реальность, тот самый смарт-сити, умный город, который мы в том числе будем здесь применять. Благодаря этому любой горожанин сможет узнать, соответствует ли павильон всем требованиям и насколько законно установлены. На приведение в порядок торговых точек предпринимателям дается год. Наталья Кудряшова, Владислав Шмаренков, Урал-1. Контролировать освещение поселков в Сосновском районе теперь можно с мобильного телефона. Запрашивать показатели энергопотребления, качество работы и регулировать включение и выключение отдельных фонарей. Умные светильники появились на улицах Кременкуля, Малиновки и Вавиловца всего в 20 малых населенных пунктах. Как это скажется на экономии средств и почему подрядчик не взял из бюджета ни копейки, расскажем прямо сейчас. Еще недавно по Кременкулю жители пробирались в Патьмах. Старые фонари освещали дорогу на небольшом расстоянии вокруг себя. На некоторых улицах светильников не было и в помине. Например, на некоторых улицах были там старые лампы освещения. Оно как бы точно в определенное маленькое место. А когда вот эти новые технологии нам повесили, свет рассеялся, то есть достаточно четырех ламп и у нас полностью вот эта площадка ледовая. вся освещена. Старая система освещения была неэффективной и энергозатратной. Теперь же здесь новые светильники, счетчики и главное возможность удаленного управления через систему телеметрии. Умное освещение способно меняться в зависимости от времени суток и погодных условий. Расходы на электричество при таком подходе должны сократиться на 80%. Масштабные работы провели в 12 поселках Сосновского района от Кременку-Лейвавиловца до Малиновки и Северного. Мы установили более 1380 светильников, более 75 счетчиков, установили более 70 километров кабеля, который ведет на учет этих светильников. Модернизацию освещения взяла на себя компания Ростелеком в рамках энергосервисного контракта с администрацией. Систему внедрили, не потратив на это ни копейки из бюджета. Провайдер сам стал интегратором и инвестором проекта. Мы получаем оплату по данному проекту исключительно с той экономии, которую мы достигли в результате разницы потребления вот этих же самых светильников и эффективного управления освещением. Осветительные приборы разработаны южноуральскими специалистами. Они защищены от атмосферных воздействий и дают мягкий равномерный свет, комфортный для глаз. Объединяет умные фонари аналитическая система управления наружным освещением. Она умеет фиксировать сбои в работе конкретных ламп и реагирует на любые внештатные ситуации. Инна Левошина, Александра Мыльникова, Урал-1. Без комментариев и лишних подробностей. Новости одной строкой прямо сейчас. В пятницу 19 июня в 23.00 полностью перекроют движение на въезде и выезде из Челябинска в сторону Уфы. Связано это с установкой надземного пешеходного перехода на трассе М-5. Обещают, что все работы займут не больше 40 минут, однако на всякий случай время на поездку стоит планировать с запасом. Международская столица присоединится к всероссийской акции в День памяти и скорби 22 июня в 12.15 по московскому времени на одну минуту остановится общественный и личный транспорт, прервется эфирное вещание телевидения и радио, прекратят работать предприятия, где это позволяет технологический цикл. В эту минуту прозвучат особенные слова, обращенные к памяти о более чем 27 миллионах погибших граждан Советского Союза, к великому военному и трудовому подвигу, совершенному во имя Победы для всех ныне живущих. В условиях ограничения проведения массовых мероприятий важно, чтобы эти слова дошли до сердца каждого и объединили нас, сообщают организаторы акции. Челябинцы могут пользоваться мессенджером Телеграм на законном основании. Ограничение на его использование в России по согласованию с Генпрокуратурой снял Роскомнадзор. Ведомство два года безуспешно пыталось блокировать сервис, однако он оставался доступным на территории страны и был популярен у представителей госструктур. Основатель Телеграм Павел Дуров поздравил всех российских пользователей с этим позитивным изменением. При этом подчеркнул, что право на тайну переписки останется базовым правилом мессенджера. В Челябинском госуниверситете сняли видеоэкскурсию по главному корпусу. Теперь абитуриенты смогут увидеть, где им предстоит провести ближайшие годы. В коротком фильме встречаются ключевые локации, самая большая лекционная аудитория, инновационная лаборатория «Айлаб», учебный зал судебных заседаний и каворкинг-центр. Не остались без внимания неотъемлемые места пребывания студентов, столовая и актовый зал. В онлайн-туре зрителям также устроили мини-трип по жемчужине северо-запада Ботаническому саду Челгу. Алексей Текслер возглавит список партии «Единая Россия» на выборах в законодательное собрание Челябинской области. По словам губернатора, он не хочет стоять в стороне при формировании Южноуральского парламента, а также рассчитывает на федеральную поддержку и ресурсы партии во благо региона. Я, как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» воспринял эту весть с большим воодушевлением и ожиданием, потому что сегодня лидер нашего региона действительно губернатор Челябинской области. Он имеет большую поддержку, уважение, вес и авторитет среди жителей Челябинской области. Политика президента Российской Федерации Владимир Владимирович Путина которую проводит Алексей Леонидович Техслер, она будет продолжена. Мы всегда говорили и подтверждаем, что «Единая Россия» это пропрезидентская партия. А у нас задачи одни сделать так, чтобы социально-экономическая политика в области была направлена на улучшение качества жизни наших жителей. Сегодня в законодательном собрании чествовали южноуральцев, достигших больших успехов на своем профессиональном поприще. Специальную премию ЗСО получили 37 работников здравоохранения, культуры и молодежной политики. Подробности в нашем сюжете. Традиционно это мероприятие проходит при полном зале с праздничным концертом и награждением. Сегодня здесь немноголюдно. В связи с пандемией пригласили только часть лауреатов. Между тем, все не менее торжественно. За эти годы не один раз проводили церемонию награждения наших лауреатов теми наградами законодательного собрания, которые учреждены. Но в этом году в необычной обстановке проходят поздравления и награждения наших медиков. Одно неизменно остается, что накануне праздника мы от лица жителей Челябинской области, имея в виду депутаты ЗСО, выражаем свою благодарность и награждаем лучших медиков, которые представлены к нашим наградам. В центре внимания сегодня те, кто на передовой. В преддверии своего профессионального праздника награды получают южноуральские медики. Екатерина Ярушина на страже здоровья жителей региона больше 20 лет. Ей, как и всем челябинским врачам, в период пандемии пришлось работать в экстремальном режиме. Мы работаем в специальных костюмах. Это наша защита. Но дело даже не в врачах, а в пациентах, дело в людях, которые болеют. И вот так вот относиться к своему здоровью безалаберно. Очень жалко, бывают людей, которые заболевают, страдают, болеют семьями. И геройства нет в нашей работе. Жалко очень людей, что вот так плохо все кончается. Среди лауреатов премии законодательного собрания и работники культуры. Руководитель Златоустовского театра славяне Галина Лаврова 30 лет знакомит южноуральцев с русской народной песней. Ее концерты в основном благотворительные. Каждый номер – это целая постановка. Даже, допустим, обыкновенную чувствовку мы можем представить как спектакль. То есть у нас все песни, в основном, они все игровые. Вот. Там образы какие-то, это все. Так что вот. И у нас поэтому театр русской песни. То есть русская песня играется. Сегодня премии законодательного собрания получили 37 южноуральцев. Еще несколько десятков наград. Областные парламентарии доставят победителям в разные города и районы области. Наталья Кудвешова, Дмитрий Пищулин. Урал-1. На этом информационный выпуск подошел к концу. Не забывайте использовать маски при посещении общественных мест. И смотрите Урал-1. До встречи. Продолжение следует.